Дорогие друзья, я очень рад здесь встречать. Главный гость форума не скрывает восхищения. Одержимый Арктик и ученый Артур Челенгаров был даже немного удивлен той огромной армией ученых, которые озабочены проблемами степи. Крайне увлеченному исследованием во льдах даже президент Русского географического общества Шойгу указал, что помимо полярных горизонтов неплохо было бы уделить внимание степным. Когда у него был юбилей, я его поздравлял, он с ответным словом сказал, что что я не предлагаю на Русском географическом обществе. Все Челенгаров посылает в Арктику. Любые мероприятия – это в Арктику, это в Арктику, это в Арктику, это в Арктику. Я как исполнитель директора. Но теперь я понял, есть критику я воспринял, правильно? Теперь известный ученый окунется в проблемы степей. Главное – их возрождение. Они должны снова стать такими, какими создала природа. Ученые планируют населить эти земли различными животными, в том числе уникальных исчезающих пород. Так вскоре на Оренбургскую землю прибудут 12 лошадей Пржевальского. Их доставят из Франции. В прошлом году прибыла первая кобыла. Редкого зверя поселили в Беляевском районе. В перспективе порода должна перестать быть редкостью. Сегодня обсудили с Артуром Николаевичем, и с летчиками посоветовались, как это сделать быстрее, доставить их сюда. Обсудить проблемы степей съехались ученые из 10 стран из 42 регионов России. Многие в Оренбурже впервые. Мордовский аспирант вот уже два года как грезит природными просторами. Пишет о них диссертацию. Ясно видно, что все-таки в Мордовии больше лесной край, а здесь такие просторы. В общем, любопытно посмотреть. Молодой ученый надеется, что на форуме отыщутся ответы на многие вопросы. Ведь за последние годы некоторые по сей день не решены. Степи, по мнению специалистов, по-прежнему бесправны. Так сказать, изгой, потому как нет отдельного закона. Степные пожары даже не учитываются. Лес горит, читает гектарами. А степь горит, МЧС не фиксирует это явление. Оренбургские ученые надеются, что вместе с русским географическим обществом им удастся возродить уникальный природный ландшафт. А еще Челенгаров, вдохновленный атмосферой форума, заявил, что по выходу на пенсии будет жить не в любимой Арктике, а в степи. Греться, греться после холодов. Екатерина Волкова, Дмитрий Примачек. Наше время.